Кроме погоды еще одна тема обсуждаемая постоянно ЖКХ. Сегодня эти проблемы выросли до размеров настоящей эпидемии. В прокуратуру города и республики, а также жилищные инспекции поступают сотни жалоб на управляющие компании от жителей. Зачастую в конфликт вынуждены вмешиваться прокуроры. Очередной правовой час с участием представителей жилищной инспекции, Минстроя Чувашии, Государственная служба Чувашии по конкурентной политике и тарифам, местных администраций прошел в национальной библиотеке. К местной управляющей компании у жителей дома номер 7 по улице Гузовского, это в северо-западном районе Чебоксар, претензий больше некуда. Завышенные платежи, огромные долги за квартиру и еще много других вопросов, на которые самостоятельно найти ответы жители дома уже не могут. 466 рублей я отдаю каждый месяц. За что, я не знаю. Я пробовала связаться с компанией. Во-первых, у нас жилищник обанкротился. Во-вторых, передали нас к вертикали. И я связалась с бухгалтерией. Куда же идут эти деньги? Ну, сказали, в общем, может быть, обслуживание территории, затем скамеечки там, урночки поставите, причем квадратные метры. Вот это огульно распространяется на расчетный счет. Пенсионерка Любовь Дмитриевна также, как и многие чебоксарцы, задается вопросом, откуда в ее платежке нескончаемые долги. Устала толкаться в очередях, осаждая вместе с другими горожанами разные инстанции. Надеется, что прокуратура проведет проверку по ее обращению. В последнее время население, которое вовремя оплачивает коммунальные платежи, недовольно, как управляющие компании работают с доложниками. Многие жители высказывают предположение, что эти долги ложатся дополнительным бременем как раз на добросовестных плательщиков. А еще собственники часто задаются вопросом, как рассчитывается плата на общедомовые нужды за электроэнергию и воду. У меня, например, в течение месяца я трачу горячую воду 2 куба. Я доплачиваю дополнительный счет 2 куба. Это 100% накрутка. Я пришел в компанию свою, я говорю, ребята, если я ухожу в отпуск, я забираю свою мать на строй человека. Все равно будет накрутка 2-3 куба. Те организации, которые осуществляют снабжение коммунальными ресурсами, то есть получается ресурсоснабжающие организации, должны в принудительном порядке устанавливать в многоквартирные дома как общедомовые приборы учета до 1 июля этого года. А собственники в то же время должны обеспечить доступ этих ресурсоснабжающих организаций к местам установки приборов учета. Так и индивидуальным приборам учета. Понимаете? Просто с другой стороны, если мы с вами будем рассуждать, какой собственник пустит к себе домой представитель ресурсоснабжающей организации. Ведь жилища нас непрекостоянно и могут просто-напросто не пропустить. По словам сотрудников прокуратуры, их личное общение с населением продолжится до тех пор, пока количество нарушений прав граждан в сфере ЖКХ не уменьшится. Пока же об этом даже думать рано, только за три последних месяца. По инициативе прокуратуры возбуждено более 10 уголовных дел в отношении руководства управляющих компаний Чебоксар. И, судя по всему, точка в этом коммунальном противостоянии будет поставлена еще не скоро. Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика.